здравствуйте с вами милана смитская давайте рассмотрим вот такой интересный мелкофактурный узор так узор смотрится с лицевой стороны вот так с изнаночной на данный узор мы набираем такое количество петель чтобы было кратно двум узор состоит из четырех рядов первый ряд набрали петли и вяжем таким образом кромочную снимаем далее вяжем 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку сбросили петли с левой спицы и подхватываем вот эту вот верхнюю петлю провязанную и провязываем еще раз но только уже изнаночной петлей все и так чередуем до конца ряда повторяем 2 вместе лицевой за заднюю стенку сбросили петли с левой спицы затем подхватываем верхнюю петлю провязанную и провязываем эту петлю изнаночной петлей и повторяем столько сколько нужно 3 4 4 4 5 5 6 6 5 далее второй ряд все петли до конца ряда изнаночные петли до конца ряда изнаночные 3 ряд смотрите будем вязать шахматном порядке после кромочной будет 1 лицевая и перед кромочной будет 1 лицевая смотрите кромочную снимаем 1 лицевая далее все то же самое что и во втором ряду 2 вместе лицевой за заднюю стенку сбросили петли подхватываем верхнюю петлю и провязываем изнаночной петлей и так чередуем до конца ряда в конце ряда у нас перед кромочной тоже будет одна лицевая чтобы вы не запутались узор очень прост в исполнении то есть все то же самое вяжем только немножко сместили узор заготовила рассвет в больших камерandan. лицевая перед кромочной и кромочная и четвертый ряд все петли до конца ряда вяжем изнаночными петлями далее узор будем повторять с 1 по 4 ряд и вот такой у нас получается интересный узорчик надеюсь данное видео было понятным и полезным спасибо за внимание до новых встреч